МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказывается, поликлиники, вузы и даже правительства могут быть бережливыми. Во многих странах мира технологии бережливого производства внедряются уже давно. Главным образом эти технологии подразумевают управление любым производственным процессом, основанное на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, что, естественно, делает производство либо оказание услуги более быстрым и эффективным. Сегодня все о технологиях бережливого производства знают в Рязанском медицинском университете, так как именно этот вуз стал платформой для внедрения данных технологий в медицинские организации нашего региона. Знакомство РязГМУ с бережливым производством началось чуть больше года назад. Перед руководством вуза Министерством здравоохранения Рязанской области были поставлены определенные задачи, главным образом по разработке специальных программ и обучению специалистов навыкам бережливого производства. Именно с этой целью на базе РязГМУ был создан Кайдзен-центр. В нем обучают как теории, так и практики бережливых технологий именно в медицине. Мы улучшаем любые процессы, происходящие в медицинских учреждениях. Мы берем крупные процессы, такие как диспансеризация, это всеобъемлющий российский проект. Мы рассматриваем и данные процессы, в том числе частные процессы, например, как забор крови в медицинском учреждении. Смотрим там происходящие потери и, соответственно, уже улучшаем данный процесс, уменьшаем время протекания процесса. Главной потерей в медицинском учреждении чаще всего является время. В теории эти потери отследить невозможно. Именно поэтому Кайдзен-центр включает в себя и симуляционные площадки. Одна из них – фабрика процессов, где можно воссоздать, ну, например, процесс диспансеризации. Здесь есть пациенты, медперсонал, регистратура, кабинеты различных специалистов. Наша задача – сделать наиболее комфортным процесс пребывания пациента в поликлинике и более быстрый доступ его к данной процедуре. Соответственно, должен лучше работать медицинский персонал, то есть его организация рабочего места должна быть лучше. И, соответственно, возможно перестроение каких-либо потоков пациентов для того, чтобы организация самого процесса диспансеризации была более качественной. Перед началом игры участники получают инструкцию, в которой четко прописан порядок их действий. И уже в процессе игры они сами понимают, что именно можно исправить. Ну, например, изменить расположение кабинетов или убрать лишние предметы со столов, которые зачастую замедляют процесс работы, а иногда являются потенциальной угрозой как для врача, так и для пациента. У нас есть специальная стена, на которой мы можем показать врачам, участвующим в этой игре, также врачам, которые участвуют в качестве пациентов в этой игре, насколько качественно они преобразовали процесс, сколько они времени потратили на ту или иную процедуру. Мы можем отследить занятость каждого персонала в каждом кабинете, возможно перераспределить эту занятость, допустим, занятость между врачом и медицинской сестрой, таким образом, чтобы процесс, происходящий в данном рабочем месте, в данном кабинете, был наиболее оптимально устроен. А это симуляционная игра, в которой роль пациентов выполняют куклы. Они должны пройти осмотр у специалистов и выйти из поликлиники довольными. Пройдя несколько раундов, участники игры понимают, каким образом можно преобразовать данный процесс и уменьшить время пребывания пациентов в поликлинике. Обучение в Кайдзен-центре сегодня проходит как практикующие врачи рязанских поликлиник, так и студенты, которым только предстоит столкнуться с организацией работы в медицинском учреждении. Посмотрели, как на самом деле будет после окончания вуза у нас работа складываться, какие условия будут, с какими столкнемся, как оптимизировать. Ну да, при помощи в том кабинете было довольно ясно, какие предметы мешают, какие не мешают, что ускоряет, замедляет процесс обслуживания пациентов, какие трудности могут появиться при взаимодействии с пациентами. Очень интересно. За время работы центра был обучен не один десяток специалистов, которые сегодня успешно внедряют бережливые технологии в поликлиниках региона. Так что можно говорить о том, что коллектив Рязгымоу с поставленными задачами справился, а коллеги, проходящие обучение на базе вуза, помогли своей заинтересованностью в реализации данного проекта. Внедрение проекта в первичную звенью, но весьма успешно прошло и поменяло немного, я думаю, даже логику работы коллективов, специалистов в поликлиниках. Работа стала более понятной, доступной. Она, наверное, сейчас еще до конца не завершена, потому что всегда, когда что-то реализуется, наверное, это не может быть финализировано чем-то вот прямо сегодня и сейчас. Эта работа будет продолжаться, и мы уверены, что министерство и государственные корпорации Росатом поставят перед нами новые задачи. Участие в проекте вузу изначально было интересной не только подготовкой образовательных программ, но и возможностью усовершенствовать работу университета. Начали с вузовской поликлиники. Специалисты Кайдзен-центра прокартировали основные протекающие в поликлинике процессы, выявили проблемы и разработали план улучшений. Внедрив даже их часть, сократилось время протекания процессов в некоторых случаях вдвое. Причем на оптимизацию не потребовалось материальных затрат, так как работу усовершенствовало за счет внутренних резервов. Раньше процесс лабораторного обследования и осмотр врачебной комиссии был разделен территориально. То есть в одном подразделении собирались биологические образцы, выполнялись анализы, а на комиссию врачебную пациенты приходили уже в наше подразделение. В настоящее время мы перенесли сбор биологических образцов в это же здание. То есть пациенты уже сразу в первый раз приходят сюда. И им это значительно и удобнее, и плюс мы смогли перенести со второго этапа некоторые манипуляции. Так что время общее протекания процесса профилактического осмотра и периодического осмотра сократилось. При помощи технологии и визуализации сотрудники поликлиники сделали пребывание в ее стенах более информативным для пациентов, так что они перестали тратить время на поиск нужного кабинета. Та же технология помогает и персоналу. Теперь они точно заметят, что в кулере заканчивается вода или одноразовые стаканчики успеют пополнить их запас. Кроме того, рабочие места медиков теперь оборудованы по системе 5С. То есть в системе оптимальной организации рабочего пространства, где происходит поэтапная оценка, что человеку на рабочем месте нужно, где оно нужно, в какие моменты он это использует. Так, например, в медицинском шкафу имеются стеллажные карты, на которых обозначено, что на какой полке хранится. При этом сами полки также подписаны, поэтому и в начале, и в конце смены сестра, проверяя комплектность шкафа, может без долгих поисков определить, чего у нее не хватает. Такая же схема используется и при хранении медицинских препаратов, ну, например, в холодильнике. То есть, подходя к нему, медсестра не тратит время на поиск, ведь на самой дверце снаружи подписано, что и где находится. На самом деле, технологии бережливого производства могут использоваться абсолютно везде, в том числе и во внутренней жизни вуза, которая также складывается из рутинных процессов, иногда требующих определенных преобразований. Это очень важно для каждой организации, если организация себе честно говорит, что не все идеально, не все эталонно, а есть над чем работать. И мы пошли по тому пути, чтобы подумать над тем, чтобы реализовать такой проект, как бережливый вуз. Работа в этом направлении уже началась. Коснулась она в том числе и административных процессов вуза. Команда инициативных сотрудников, в числе которых лидеры бережливого производства, с секундомером, бумагой и карандашом изучают различные процессы. От оформления стипендий до подписания договоров. И выстраивают этот процесс графически. Рисуя маршрут прохождения бумаги или какого-то изделия, или нашего пациента, измеряя время этого пути, мы видим те недостатки, те просчеты, те проблемы, которые существуют. И отмечаем их вот такими ежиками, красными ежиками, которые потом мы стараемся нивелировать и выстраивать такую прямую линию, по которой беспрепятственно у нас этот процесс идет. Процессы бережливого производства активно внедряются и в деканатах. Наиболее яркий пример – облегчение допуска студентов к сессии. Одномоментно студенты, допускаясь до экзаменационной сессии, устраивают огромные очереди перед дверью деканата. На самом деле это очень неудобно и очень неудобно как для студентов, потому что это временной ресурс колоссальный. То время, которое они могли потратить на то, чтобы подучить, они тратят просто на то, что стоят в очереди, чтобы получить злополучную печать, где там допущено написано. Конечно, мы эти моменты упростили. Вот это взвено как деканат и как инстанция, которая их допускает, сейчас нет ее вообще. То есть, получая последний зачет, он автоматически допускается до сессии. Мы можем это отследить очень легко и удобно, имея доступ просто к электронным журналам. В том случае, если бережливые технологии заинтересуют другие вузы, Рязгому станет первым, но не единственным бережливым университетом региона. Однако уже сейчас можно говорить о том, что Рязанская область становится территорией бережливого производства. В чем предприятие активно помогает и будет помогать в дальнейшем Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин